В этот корпус краевого онкодиспансера ежедневно приходили сотни человек, но до 10 июня прием прекращен, а вместе с ним не проводят и такие важные и тяжелые процедуры. Но окна открыты, в столовой гремят посудой. На Никите на 77, где ведут пациентов с онкологией легких, органов брюшной полости, головы, шеи. Сейчас долечивают немногочисленных больных, которых домой не отправить. Оставшиеся больные и медики все ковид-отрицательные. А кто-то приезжает, какие-то люди там за справками, еще за чем-нибудь? Приезжают, мы их отправляем. А куда отправляете? Домой. А, домой. А потом приезжают сюда, в госпитализацию, которая плановая была. Но они же не знали, что надо. Из-за карантина отказывают не только в госпитализации. Мама Артема прошла в корпусе на Никите на 4 курса химиотерапии и только приступила к лучевой. Следующим шагом стала бы реабилитация после злокачественной опухоли груди. Но вспышка коронавируса в здании и лечение прервали. Мы не можем туда попасть, не можем как бы нормально долечиться. Уже неделю у нас пропуск. Даже больше. Кого потяжелее, ситуации не завидуем. Очереди на лучевую, химиотерапию, операции. Очереди даже на место для дальнейшего ведения врачей. И беспокоятся не только пациенты Алтая, но и других регионов страны и мира. И, видимо, не беспочвенно. Так, некоторые зарубежные и отечественные онкологи после пандемии коронавируса прогнозируют пандемию рака. Тем временем, онкодиспансер в Барнауле в данный момент вынужден работать в граничном режиме. Вместе с корпусом на Никитина не ведут прием в отделениях рентгенхирургии, урологии и радиотерапии номер два. Из их пациентов формируют уже общую очередь. В полном объеме работают, да, интересовались. Это отделение онкогинекологии, это отделение мамологии, это оба, к счастью, отделения химиотерапии, это отделение рентгенотерапии, радиотерапии виноват номер один. Время ожидания для пациентов, да, в этом имею в виду, мы сокращаем до минимума, до возможного минимума. По возможности стараемся их госпитализировать на свободные, скажем так, койки в отделении сходного профиля, чтобы несколько уменьшить количество проводимых хирургических операций, но как можно больше пациентам провести необходимую химиотерапию. И во избежание новых очагов принимают пациентов только после тестирования на коронавирус. Сейчас мама Артема как раз ждет своих результатов на ковид и затем уже пойдет к онкологам, которые направят ее на лечение или ждать своей очереди. Тем временем некоторые врачи, пожелавшие не называть свои имена, уверены, задержка, химию или любой другой жизненно важной терапии или процедуры даже в несколько дней порой может угрожать не только здоровью, но и жизни тяжелобольных пациентов. Анастасия Дороган, Александр Антропов, День с толком.